В эфире телеканала Обинск ТВ, программа «Постфактум». Обзор наиболее значимых событий уходящей недели. В студии Нина Замахина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Акция солидарности и скорби. Жители Обинска провели митинг в поддержку пострадавших от террористического акта в метро Санкт-Петербурга. Братские УЗы. У Обинска появился еще один побратим – итальянский город Фраскати. В Боровском районе откроется центр помощи мигрантам. Губернатор поручил ускорить ремонтные работы в предназначенном для этих целей здании. В их квартирах холодная вода – роскошь, доступная не каждому. Журналисты телекомпании Обинск ТВ пытаются помочь жильцам жуковских новостроек. В чистом поле без дорог и коммуникаций. Многодетные обницы, получившие земли в районе Малоярославецкой деревни Желудовка, уже четвертый год ждут строительства обещанной инфраструктуры. Исчезнувшие от цивилизации. Обинский художник Юрий Бочаров представил на суд любителей живописи серию работ, созданных под впечатлением от поездки в Камбоджу. 8 апреля у мемориала «Вечный огонь» прошла акция солидарности и скорби в поддержку жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от террористического акта в метро. Поддержать петербуржцев и выразить свой протест против террора пришли работники обинских предприятий, активисты общественных организаций, студенты, школьники, сотрудники администрации города и депутаты обинского городского собрания. О том, как проходило мероприятие, расскажем в ближайшем выпуске новостей. А теперь подробнее о других событиях города и региона. Об открытии многофункционального миграционного центра в соседнем Боровском районе говорили в минувший понедельник в Калуге на координационном совещании руководителей органов государственной власти. Ожидается, что центр начнет свою работу в конце апреля и станет заменой нескольким десяткам частных фирм-посредников, в которые обращаются приезжие. Мигранты региону нужны. С этих слов свой доклад начал региональный министр труда и социальной защиты, переезжающий в Калужскую область. В большинстве своем трудоспособные люди, которые могут восполнить нехватку кадров во многих сферах. Среди них и участники программы переселения соотечественников из-за рубежа. Всего с начала реализации госпрограммы на территории региона переселилось более 57 тысяч соотечественников и членов их семей. При этом за прошлый год полицейские выявили больше 8 тысяч правонарушений в сфере миграции. Три сотни нарушителей были выдворены за пределы региона. Только в Калуге работают 60 фирм-посредников, помогающих мигрантам легко и без труда получить документы легального жителя региона. Анатолий Артамонов поручил ускорить ремонтные работы в здании многофункционального миграционного центра, который откроется скоро в Боровском районе. Мы всю эту работу давайте сосредоточим там. Для чего? Для того, чтобы можно было всесторонне отслеживать эту работу. Чтобы не было на этой почве никаких коррупционных проявлений, никаких ходоков, никаких посредников. То, чем сегодня мы страдаем. Ожидается, что центр помощи мигрантам заработает здесь уже в конце апреля. Обсудили на координационном совещании и планы руководителей муниципалитетов по проведению майских праздников. В Обнинский день победы обычно собирает больше 10 тысяч человек. Безусловно, мероприятия, о которых уже говорилось, по профилактике и по обеспечению общественного порядка у нас запланированы. Завершая встречу, губернатор поручил коллегам из районов и городов четко определить места для проведения пикетов и митингов. И обеспечить желающим высказаться не только площадку, но и безопасность. Никакой вакханалии здесь не должно быть. И, значит, никто не должен это понимать так, что я завтра перекрою, значит, движение транспорта на какой-то улице. Мне хочется здесь вот помитинговать. Так не бывает и так не будет и не должно быть. От того, что 50 человек не согласны с тем, как поступают тем или иным животным, не должен пострадать все 350 тысяч города Калуги, например, и чувствовать дискомфорт в своем проживании. Ну, к примеру, я не знаю, какие вопросы могут быть вынесены в данный момент времени на какое-то публичное обсуждение. Есть место, заявленное время, заявка в гору праву или в администрацию района, муниципалитета. Пожалуйста, проводи. Больше того, тебе будет обеспечена полная безопасность. Другими темами повестки дня стали вопросы обеспечения защиты чердаков жилых домов от проникновения несовершеннолетних, а также качество воды, поступающей в квартиры жителей региона. Екатерина Замахина, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Калуга. Обнинск и итальянский город Фраскати стали побратимами. Делегация представителей российского наукограда посетила этот город, расположенный в 20 километрах от Рима, неделю назад. На традиционном совещании руководителей городских служб глава Обнинской администрации Владислав Шапша рассказал о планах по налаживанию дальнейшего сотрудничества. У Обнинска и Фраскати, как выяснилось, много общего. К примеру, в итальянском городе располагается Национальный институт ядерной физики. Идея побратимства между городами обсуждалась на протяжении года. В итоге в прошлую пятницу документ был подписан на итальянской земле. Это соглашение у меня в руках. Один из пунктов – это стремление к дальнейшему укреплению дружбы, взаимодействия, взаимопонимания между городами Обнинском и Фраскати, их жителями, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества, внешнеэкономических связей, культурных, спортивных, образовательных, научных и других. Понятно, что это соглашение рамочное. Тем не менее, мы в ближайшее время, наверное, в июле месяце ожидаем делегацию Фраскати в Обнинске и рассчитываем на то, что наши договоренности предварительные уже превратятся в конкретные вещественные дела. Короткие каникулы закончились и у обнинских школьников. Ребята съездили в музеи, театры Москвы и Калуги, посещали кружки и секции. Они с горами уже и летняя оздоровительная кампания. В ней примут участие 11 тысяч детей. Всего на летнюю оздоровительную кампанию консолидированный бюджет составляет в этом году примерно 10,5 миллионов. Из них полтора миллиона – это софинансирование из областного бюджета. Говорили не только про отдых, но и про работу. К примеру, о подготовке к размещению заказов на ремонт дорог и тротуаров, а также украшения города к праздникам. Пока готовятся документы, коммунальщики не сидят, сложа руки. В городе прошли уже 13 субботников, к которым присоединились две сотни горожан. С наступлением весны в Обнинской администрации планируют очистить улицы не только от прошлогодней листвы, но и от вполне свежих, но незаконных торговых объектов. И надо получать уже положительное решение, наводить порядок, убирать те палатки, которые у нас в последнее время стали действительно то там, то сям, появляться в самом неприглядном виде. Анна Селановна, это и к вам тоже обращение. В завершении встречи Владислав Шапша пригласил коллег на «Тотальный диктант» – ежегодную всероссийскую акцию, которая служит пропаганде повышения уровня грамотности населения. В Обнинске диктант пройдет на пяти площадках. Начало 8 апреля в 2 часа дня. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В течение года жители новостроек, расположенных в Жуковском районе, пытаются достучаться до городских и областных органов власти, стремясь решить проблему частых перебоев в подачи в их домах холодной воды. При этом привлечь к ответу организацию, ответственную за состояние подземных коммуникаций в микрорайоне Протва, им пока не удалось. С просьбой о помощи жуковчане обратились в редакцию нашей программы. Что удалось выяснить журналистам об одной большой проблеме десятков семей, смотрим в следующем сюжете. Спустя год после введения застройщиком в эксплуатацию объекта жилого комплекса Протва-центра на улице маршала Жукова новоселы многоэтажек столкнулись с серьезной проблемой – нестабильной подачей холодной воды. Помогали звонки в управляющую компанию, и вода появлялась. То есть два-три часа нет воды, позвонил – вода появилась. Вроде как, скажем так, в нашей стране это обычное дело, и спокойно все к этому относились. Со временем проблема нарастала, и у нас уже к октябрю месяцу эти перебои стали, скажем так, с завидной регулярностью происходить. Также звонили, но вода уже появлялась постольку поскольку. А качество воды все реже поступающей по трубопроводу в квартиры этого дома похожа на насмешку над жильцами. Жидкость грязно-оранжевого цвета горожане не только побаиваются пить, но и даже стирать в ней одежду. Как обходимся без воды? Тяжело, конечно, но приходится ездить на родник, у кого есть машины, там между собой кооперируемся, привозим воду, уже сами себе греем, там у кого на электроплитке, у кого на газовой. Но вообще в целом тяжело, конечно. Вот представьте, у меня грудной ребенок, значит, надо покупать. Это 30-40 литров воды, самый минимум, только для ребенка надо. Естественно, чистой, нормальной, понагретой воды. Представители некоммерческого партнерства «ПРОТВА-Центр» по факту, но не юридически являющиеся поставщиком воды, собирались предоставить застройщику все необходимые документы и лицензии на оказание услуг, однако обещание свое не сдержали. Да и договор с управляющей компанией, касающейся водоснабжения, они не заключили. По сути, грязная вода – это подарок от ресурсоснабжающей компании, который впоследствии может обернуться судебными исками в адрес жильцов. Ведь квитанция об оплате к ним так и не приходит. Горожане неоднократно обращались в городскую администрацию, в жилой инспекцию Калужской области, однако безрезультатно. Было собрано собрание жильцов, на котором было решено задать вопрос администрации города Жуков, как так произошло, что наша ресурсоснабжающая организация фактически не имеет права заниматься той деятельностью, которой она занимается. Мы направили письмо в адрес Ким Ольги Вячеславовны и сразу параллельно в прокуратуру Жуковского района на предмет разбирательства по факту, как такое могло произойти. И прокуратура Жуковского района перенаправила наше заявление в жилищную инспекцию Калужской области, которая дала нам ответы, заключение, что да, действительно, ваша ресурсоснабжающая организация не имеет права заниматься тем, чем она занимается. Как считают жильцы, эти частные сети попросту не выдерживают нагрузки, ведь помимо многоэтажек, от них запитаны и одноэтажные дома. А вот представители местной власти утверждают, что вопрос находится на контроле. В будущем, в мае, я думаю, в мае должны закончить, но, может быть, июнь захватит. И там будут подключены к городским сетям холодного водоснабжения. Все эти моменты, все разрешили, все нормально. Там и городская земля пойдет по городской земле. И возможно, что через пару месяцев жители многоэтажек смогут забыть об этой проблеме. Евгения Бородась, Сергей Мокрецов, Омнинск ТВ, Жуков. В Омнинске продолжаются работы по благоустройству при вокзальной площади. Для того, чтобы внешний облик города не был испорчен большим скоплением маршруток неподалеку от железнодорожной станции, запланировано изменение транспортной развязки. Проект, который давно согласован с представителями градостроительного совета и сотрудниками госавтоинспекции. На днях там началось устройство парковки. Эта парковка рассчитана на 64 машиноместа. Главная наша задача сейчас, обустроив эту парковку, разгрузить скопление маршруток, которые в районе привокзальной площади занимают практически все пространство. Поэтому эти работы мы ведем сейчас активно. Стараемся их выполнить к 9 мая. К празднику, завершив эти работы, мы хотим сделать подарок городу и разгрузить привокзальную площадь. Таким образом, посадка пассажиров будет осуществляться после выезда транспортного средства с парковки. А после благоустройства парковочной зоны начнется и строительство многофункционального комплекса, в котором будут размещены торговые павильоны, предприятия общепита и опорный пункт полиции. В телекомпанию Обнинск ТВ снова обратились за помощью многодетные семьи, получившие землю в соседнем Малоярославецком районе. Напомним, прошлым летом мы уже рассказывали об их проблемах. Десятки семей несколько лет ждут подведения к полю инженерных коммуникаций. После обращения в нашу редакцию, многодетные мамы и папы все-таки дождались появления электросетей на их участках. А вот о дорогах и газоснабжении им пока остается только мечтать. Кто виноват и что делать, выясняла Екатерина Замахина. Чистое поле в районе Малоярославецкой деревни Желудовка. Несмотря на отсутствие хотя бы условных ограждений, этой территорией одновременно владеют полторы сотни собственников. Хозяева многодетные семьи из Малоярославца и Обнинска, которые еще в 2013 году получили здесь полагающиеся им по закону участки по 10 соток на семейство. Однако первая радость от такого подарка судьбы быстро улетучилась. Строить дома без коммуникации оказалось сложновато. В 2017 году нам уже обещали везти здесь газ. Да, то есть уже как бы это подразумевало, что здесь уже и дороги будут, и электроэнергия будет, и все. Но, к сожалению, продвижений нет никаких. В прошлом году инициативная группа многодетных обратилась в нашу телекомпанию. После того, как о Желудовке рассказали в новостях, дело с мертвой точки все-таки сдвинулось. Гоняли из кабинета в кабинет, и, ну все, издевались, просто издевались. Да, вот пока мы уже не пошли на крайние меры, то есть не вызвали вас, и только по приезду, вот по выходу репортажа у нас почему-то вот сразу и деньги появились, и финансирование, и сразу свет начал появляться по участкам. Но с тех пор здесь мало что изменилось. И надежда на то, что вслед за электричеством в многодетном поселке появятся и другие блага цивилизации, у этих людей с каждым днем все меньше. От Киевской трассы до своих участков они добираются через технический съезд и территорию газового хозяйства. Ходят слухи, что совсем скоро его закроют. Впрочем, в местной администрации нам сказали, что буквально завтра будут решать вопрос с представителями «Автодора». Будет поднят вопрос о необходимости и возможности организации выезда до момента строительства запланированной дороги через технологический съезд ведущей ГРС Дечина. Но если съезд с трассы все-таки останется, то вот этой условной дорогой многодетным обитателям поля все-таки придется пользоваться. До тех пор, пока местные власти не построят для них альтернативный путь подъезда, расположением которого семьи, кстати, тоже недовольны. Тут не проехать, не заехать. Тем более здесь населенный пункт, между домами очень маленькое пространство, тут машины просто не разъедутся. Никак. Альтернатива разбитой проселочной дороги есть, считает Елена. Подъезд к поселку можно сделать вот здесь, совсем рядом с Киевской трассой. Однако в администрации этот вариант забраковали. Вот мы хотим возле ресторана сделать дорогу. Были такие слова сказанные, что по экспертизе эта дорога нельзя ее делать, потому что она не подходит по экспертизе. А там, где нам предлагают, какая там может быть экспертиза, если там также само болото и овраги. Максимально оптимальный вариант был выбран именно через деревню Малаховка. То есть мы уже пересекаем речку, не выходим на строительство мостовых сооружений и имеем возможность пройти по землям государственным, неразграниченным и по землям муниципальным, то есть не затрагивая интересы собственников земельных участков. Новую дорогу планируется проектировать и строить за счет районного бюджета. А вот для того, чтобы на поле провели газопровод, собственникам участков нужно просто написать соответствующее заявление, заверил нас Олег Якименко. Многодетные семьи готовы подписать что угодно, однако нет в этой истории главного – прямого контакта между жителями будущего поселка и местной властью. Площадкой для споров и обсуждений пока остается эфир нашей телепрограммы. И, видимо, такой формат общения с помощью посредников устраивает обе стороны. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов и Алексей Резвых. Обнинск ТВ. Малый Ярославец. В музее истории Обнинска в эти дни работает выставка произведений художника Юрия Бочарова. В конце 90-х он работал в Греции, на Афоне, расписывал стены монастырей, расположенных на Святой горе. Значительная часть его творческой деятельности посвящена и теме исчезнувших цивилизаций. Ангкор, город Камбоджия, ранее был центром Кхмерской империи, расцвет которой приходится примерно на период с IX по XV век. В настоящее время в этой области государства Юго-Восточной Азии сохранились лишь руины многочисленных храмов и построек. В 2010 году после путешествия по этой затерянной в джунглях стране обнинский художник Юрий Бочаров и написал серию картин, посвященных утраченной цивилизации. Я долго там путешествовал, по этим развалинам ходил, по лабиринтам, наблюдал, изучал, фотографировал, рисовал. И по приезду, конечно, получился такой вот в течение года такая работа была сделана. В музее истории города Обнинска на суд зрителей представлен полиптих из 12 работ, которые были написаны при помощи рельефных паст. Обнинцы смогли увидеть и другие творения мастера, вошедшие в проект «Исчезнувшие цивилизации», а также фотографии мест, в которых побывал художник. Если будет возможность, то будут, конечно, какие-то путешествия, будут новые картины, соответственно, потому что задумок и планов много. То есть, как бы, постоянно в поиске, пробую разные техники, экспериментирую с колстами, с фактурой, с красками, с пастами. Все это очень интересно, использую современные какие-то методы. И говоря о планах на будущее, Юрий Бочаров отметил, что, возможно, через пару лет горожане смогут посетить ретроспективную выставку, в которую войдет большее количество работ художника. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В последний день марта члены Московской организации Союза художников России в очередной раз посетили Древний Боровск, где они уже много лет проводят традиционный пленэр. Натурой для мастеров живописи стали уникальные пейзажи старинного города. Посетили они и открытие выставки, посвященной десятилетию проекта «Русская провинция». 31 марта в Боровске прошел пленэр, в котором приняли участие более 60 известных художников. В тяжелых погодных условиях за несколько часов мастера живописи смогли создать замечательные работы. Боровские пленэры – это яркий проект. Его цель – запечатлеть старинный город во всей красе на полотнах живописцев. Наша группа очень любит Боровск из всех старинных городов. Один из самых красивых. На самом деле удивительно красивые пейзажи на холме. Панорама – просто изумительно. Я готова здесь каждый день стоять. В этот же день в сквере имени Гагарина состоялось торжественное открытие выставки экспозиции, на которой были представлены только что созданные произведения. Затем члены Московского союза художников и представители культурно-исторического центра «Боровский край» обменялись поздравлениями и памятными подарками. Было сделано и общее фото на память. Ну а после мастеров живописи пригласили в художественную галерею имени Пряничникова на официальное открытие выставки «10 лет проекту «Русская провинция». Открытие выставки «10 лет русской провинции». Вот у нас сейчас в выставочном зале висит 58 художников. Это работы как раз те, которые они писали на пленэрах только по другим городам. И выставка будет длиться полгода. Первых три месяца это города России, и вторых три месяца это Боровск. Ну только о Боровске будут картины. Здесь и народные художники, и академики, и члены союза художников. Как бы вот такие люди приехали к нам в гости на открытие выставки. Летом члены Московского союза художников обещали приехать в Боровск еще раз. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ, Боровск. И о спорте. Около 70 бойцов приняли участие в первенстве чемпионате Калужской области по смешанным боевым единоборствам ММА, проходившим в субботу в Обнинске. Своих представителей для участия прислали многие города и районы региона. Поединки носили бескомпромиссный эмоциональный характер и держали зрителей и гостей турнира в напряжении до самого финала. Соревнования бойцов смешанных боевых единоборств всегда вызывают повышенный зрительский интерес своей динамичностью, непредсказуемости итогов поединков и эмоциональностью. Не стало исключением и чемпионат Калужской области этого года. Звание чемпиона по правилам ММА оспаривали представители многих видов спорта. Боксеры, борцы, воспитанники школ восточных единоборств. Тем и интересны детища Федора Емельяненко, что участвовать в боях допускаются спортсмены различных направлений и стилей. Уровень подготовки претендентов на медали различен, но, как отметил главный судья соревнований, неизменно растет. Из года в год, наблюдая за чемпионатом Калужской области, я могу сказать одно. Уровень растет. Радует, что подтягиваются те клубы не из городов, а из деревень. Спортивные клубы небольшой численностью, но видно деревенский дух, характер спортсменов. Хотят, выиграют, побеждают. Техническая подготовка тоже растет у спортсменов. Это видно. Мастер спорта ММА Сергей Антипов из Обнинска, имеющий огромный опыт боев, также по достоинству оценил мастерство представителей боевых единоборств Калужской области. Ну, если сравнивать с областью прошлых годов, то уровень заметно вырос, как и количество участников с каждым годом растет. Ребята развиваются, на месте не стоит вид спорта. Молодой, очень динамичный. Ребята приходят как из борьбы, из бокса. И если раньше наблюдалось преимущество в каком-то одной дисциплине, если человек из борьбы, то он хорош в борьбе. То сейчас может и боксер побороться с борцом, и борец также подраться в стойке с ударником. Поединки бойцов ММА проводятся из трех раундов, но в некоторых для определения победителя хватало и нескольких секунд. Одержать победу можно не только на каутирового соперника, но и проявив умение в борцовской подготовке поймать оппонента на удушающий или болевой прием. Потому так важна универсальность подготовки спортсменов, обладающих не только мощной ударной техникой, но и возможностью эффективно вести борьбу в портере. Пока этими качественными в полной мере могут обладать представители Огнинского отделения ММА, где целенаправленно ведется работа по развитию этого вида спорта. И с ребятами работают тренеры-профессионалы высокого уровня. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда региона для участия в турнире более высокого уровня в чемпионате Центрального федерального округа, который также пройдет в нашем городе. Через неделю в Огнинске снова встретятся спортсмены, занимающиеся смешанными боевыми единоборствами, уже в рамках чемпионата Центрального федерального округа. Ожидается, что 16 апреля соревнования посетит президент Российской Федерации ММА Федор Емельяненко. И это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. Как всегда, программа «Постфактум» выйдет в эфир ровно через неделю. Мы будем следить за развитием событий. Желаем вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин